Вселенная Ведьмака огромна. Три полноценные игры, хотя большинство из вас наверняка играли только в третью часть. Несколько игровых ответвлений от мобильной мобы до браузерки, подробно о которых я как-то рассказывал в одном из роликов. Книжная сага, состоящая из двух сборников рассказов, пяти книг с единым сюжетом, одним ответвлением в виде сезона Гросс и целая куча дополнительных произведений с разной степенью каноничности, которые выпускались или самим Сапковским, или с его одобрения или даже редактирования. Например, история про мать Геральта Виссену, или про то, как погибла подруга Лютика Эсси по прозвищу Глазок, то ли от Оспы, то ли от Катрионы. Добавьте к этому охапку не супер популярных комиксов, книжные издания к играм, бесконечные ивенты с дополнительными материалами в Гвинте, которые точечно рассказывают интересные ситуации, истории и про персонажей вселенной, взять хотя бы отдельную сюжетку Гвинта Кровная Вражда, и конечно же Настолку по Ведьмаку, а также вышедшие по ней материалы. Стоит ли тут упоминать про польский сериал, или уж тем более проекты Нетфликса, даже не знаю, но и они могут быть источником информации, как например недавнее аниме, рассказывающее долгожданные особенности осады Кэр Морхена. Перечислив все это, я даже не уверен, что указал все источники, а потому нет ничего удивительного в том, что многое может быть упущено в процессе знакомства даже с основами. Сегодня я постараюсь частично исправить эту ситуацию, и немного подробнее расскажу вам о нескольких малоизвестных, но очень важных персонажах из мира Ведьмака, которые были или недостаточно раскрыты, или показаны в одном из малоизвестных ответвлений. Мое имя Эвойс Ребус, это просто канал об играх, и кстати, пока релиз обновленной версии отложен на 2022 год, самое время зарубиться в одну из легендарнейших MMORPG современности, Perfect World, и оценить ее свежайшее обновление Путь Странника. Рассказываю, Perfect World это многопользовательская ролевая онлайн игра с возможностью безграничного полета, хардкорным PvP и невероятно атмосферным фэнтезийным миром, которое покоряет сердца игроков уже 13 лет. Все благодаря появлению новых классов, открытию глав легендарного сумеречного храма, и росту количества красочных локаций, то есть постоянному развитию. Вот и свежайшее обновление Путь Странника добавило в игру новый класс Странник, настоящего дамагера, который носит легкую броню, мастерски управляет боевым шестом, и может превратиться в белую обезьяну, увеличив свою силу и добавив навыки контроля. Также была полностью изменена система подземелий, теперь они делятся на три категории, оружие, доспехи и реликвии, чтобы игроки точно знали в какое подземелье идти и что они получат при его прохождении. Про любителей PvP тоже не забыли, изменили правила ставок на территориальные войны, добавили интересные механики и бонусы проигрывающей стороне. Не важно, играли вы уже в Perfect World или никогда не слышали о нем, новое обновление достойно того, чтобы его попробовать. Тем более, что если вы еще не играли, то вас встретит система бонусов для новых персонажей Путь новичка, поэтому жмите на ссылку в описании и присоединяйтесь к приключениям в идеальном мире. Привет, ковбои! Вампиры – это одна из самых необычных категорий существ континента, о которой нам чертовски мало что известно. Даже их квалификация на низших, высших и по-настоящему высших вызывает множество вопросов, не говоря уже о их силах, слабостях и способах размножения. Самым известным, старейшим и сильнейшим вампиром, о котором хочется узнать больше подробностей, конечно же является Скрытый. Однако, как весьма непрозрачно намекает его прозвище, сделать это не так-то просто, и возможно придется ждать релиза полноценной четвертой части. А вот одним из самых малоизвестных представителей вампиров, чье влияние при этом сложно переоценить, была Вериена – миниатюрная хрупкая девушка с бледной как мел кожей и длинными блестящими черными волосами. Вериена – первый вампир, которого создал пан Анжей Сапковский на страницах книжной саги в рассказе «Крупица истины». Именно она дала начало лору всех вампиров, особенно низших и Брукс, а также показала, какими они могут быть. Без нее, что реги, что скрытый, могли бы и не существовать или быть иными, ведь именно она задала особенности вампиров, как в будущих произведениях Сапковского, так и в играх от CD Projekt Red. Узкая белая небольшая личика, огромные черные антрацитовые глаза, рот полон белых острых зубов с выдающимися клыками, внешне ее было легко спутать с русалкой, и тогда еще неопытный ведьмак не смог разглядеть в ней Бруксу с первого взгляда. В своей боевой форме черты лица Вериены жутко искажались, и она оборачивалась в огромного черного нетопоря с длинной узкой пастью, наполненными белыми, острыми как иглы зубами, из болотного цвета крыльями. Она издавала пронзительный, высокочастотный крик такой силы, что он сбивал с ног и отбрасывал взрослого мужчину, оглушая и дезориентируя его. Это вам ничего не напоминает? Сам по себе рассказ «Крупица истины» пересказывает классическую драму красавицы и чудовища. Только на этот раз чудовищем оказывается прекрасная красавица, которая насылает на проклятого Нивелена кошмары, заставляя его нападать на людей. В конце концов Геральт убивает ее, но истинная сила любви расколдовывает возлюбленного. Я решил напомнить вам про Вериену еще и потому, что именно ей и Нивелену будет посвящена первая серия второго сезона «Ведьмака», и именно в ней мы впервые увидим вампира от Netflix. Интересно, какая же история нас ждет? Ведьмаки. Казалось бы, все игры и рассказы посвящены именно им, но этот тайный орден все еще хранит в себе множество тайн. Совсем скоро я расскажу вам о некоторых из них в новом ролике, а пока стоит уделить внимание некоторым представителям. В третьем «Ведьмаке» если вы вовремя скачали бесплатное дополнение и прошли квест «Игры кошек и волков», то наверняка познакомились поближе с одним из представителей школы кота Гаэтаном. Очень интересная история, которая раскрывает манеры поведения котов и ставит перед игроком выбор – убивать собрата по ремеслу или же оставить его в живых, хотя он, считай, и безжалостно вырезал целую деревню. Однако, если дать Гаэтану спокойно уйти, то мы получим от него наводку на тайник, в котором не только поймем, что это не первый подобный срыв у него, но и узнаем первые подробности про уничтожение школы кота. До этого мы лишь предполагали, что она разрушена. Возможно, в будущем мы узнаем подробности – и жив там Шрёдингер, или всё-таки нет. Впрочем, Гаэтан всё же засветился в самой известной игре из трилогии. Маловероятно, кого-то можно удивить им, Но знакомы ли вам, например, имена Ивар Злобоглаз, Варид Всевидящий или Эрланд из Лаврика? Например, Эрланд родился на Скеллиге. Мать его была воином-копейщицей и не сильно заботилась о ребёнке. А отец, которого он никогда не видел, вероятно, был рейданским рыбаком. Будучи ребёнком, Эрланд работал в порту, швартовал суда, носил грузы и имел довольно дикий нрав, постоянно досаждая эти матери. Однажды он едва не зарезал моряка, допустившего оскорбление в его адрес. Однако стать мореплавателем молодому островитянину было не суждено. Однажды в порту его мать встретила состоятельного чародея, предложившего ей продать сына за неплохие деньги. Та, недолго раздумывая, согласилась, и уже вечером Эрланд отправился с магом в путь. Тем волшебником был сам Альзур, а Эрланд из Лаврика в итоге стал ведьмаком. Со временем, являясь уже состоявшимся охотником на монстров, вместе со своими соратниками он демонстративно отделился от школы волка и создал школу грифонов по висе, став ее первым гроссмейстером, а также одним из основателей. Эрланд из Лаврика и другие названные мной, это ведьмаки, о которых красные рассказывали или в ивентах Гвинта, или вообще в настольной ролевой игре Ведьмак. И честно сказать, я глубоко опечален решением рассказывать о значимых событиях и персонажах, содержащих фундаментальный лор ведьмаков в столь узкоспециализированном направлении. Я лично тысячи раз говорил о том, как круто было бы рассказать о периоде становления ведьмаков, например, в рамках новой полноценной игры. Однако, увы, я, конечно, достану всю интересную информацию из книг таблицы руководств к настолке или прохождения ивентов по Гвинту и расскажу их вам, той части, что посмотрите ролики. Но согласитесь, отдельная игра была бы куда интереснее. Однако вернемся к малоизвестным. Что вы знаете о драконах? Считается, что когда-то их было слишком много на континенте, и они всей своей сущностью ненавидели людей. Настолько, что когда людям потребовались земли, драконы объединились и открыли охоту на людей. Люди ответили армии мутантов, которая с определенной легкостью проредила количество чешуйчатых разумных монстров в Великой войне, заставив оставшихся бежать за пределы известной части континента. Самый известный представитель драконов – Золотой. Он же Борг Тригалки. Однако, много ли вы знаете, например, про Оквиста? Это упоминаемый в рассказе «Предел возможного» и «Игре Ведьмак 2» – легендарный дракон, живший на Кварцевой горе. Оквист – типичный сказочный дракон, который охранял золото и драгоценные камни. То, что так любят краснолюды. Или даже скорее – гномы. Первое прозвище Оквиста – «Господин Дворцовой горы», отсылает к Эребору, гном ему городу-дворцу, занимавшему целую одинокую гору. Другое прозвище Оквиста – «Погибель Трояна» может являться отсылкой к Балрагу по прозвищу «Погибель Дурина», который также враждовал с гномами. Или отсылает к одному из гномов династии королей Эребора, которого звали Трайн, и который жил в тот период, когда Смауг захватил одинокую гору. Не нужно быть Сапковским, чтобы понять, что Оквист является прямой отсылкой на Смауга, дракона из сказки «Хоббит» или туда и обратно написанной Толкином. Интересно и то, что драконов у Сапковского убивают не рыцари-одиночки, коих он простодушно высмеивает, а подготовленные группы, для которых это считает, что профессиональное занятие. Но не будем далеко уходить от Борха-трегалки. Помните его прекрасных спутниц Тею и Вэю? Именно они первыми для читателей приоткрывают тайну такой сказочной и недоступной Зерикании, которая расположена в юго-восточной части континента за огненными горами и пустыней Карат. Я бы многое отдал, чтобы увидеть еще одно дополнение для Ведьмак 3 про эту местность, где царит матриархат и где местные жители поклоняются драконам или целому культу золотого дракона, огромной статую дракона, отлитой из чистого золота, а также алтарям и статуям, посвященным этим существам. Тея и Вэя не только помогают проникнуться доверием к Борху у читателей или развлечь Геральта похотью, они раздвигают границы континента. Ведь сейчас, при любом упоминании Зерикании, в голове сразу встают соблазнительные и обольстительные образы Теи и Вэи. Уверен, нам еще предстоит с ними встретиться. Закончить эту небольшую подборку я хочу двумя мифическими существами. Первый из них – Дагон, подводное божество и один из боссов, с которым сражается Геральт в первом Ведьмаке. И хотя сам по себе Дагон придуман лавкрафтом, Проджекты не постеснялись и полностью скопировали его в Ведьмаке, дополнив лором Ктулху. Ему поклоняются водяные и те люди, что слышат зов глубин и видят кошмары во сне и наяву. Дагон ждет, когда звезды сойдутся в правильном порядке, чтобы выйти на берег и принести людям горе. Дагон интересно дополняет созданную Сапковским интригу в рассказе «Немного жертвенности». Про водяных древнюю разумную подводную расу, которая обитает на дне океана, Ирьяна хранит свои секреты от людей. Именно война рыболюдей и человек является одной из идей для продолжения Ведьмачьей истории, как скрытое зло, требующее объединения всего человечества королем королей. Второе мифическое, или скорее даже божественное существо – Свальблот, которому поклоняются на Скеллиге. О нем и его культе мы достаточно вскользь узнаем в Ведьмак 3, из квеста по поиску виновников нападения на пир Анкрайтов, если пойдем по путях Ялмара, или от забытых идолов, и из кратких упоминаний по всем островам Скеллиге. Чуть больше из Гвинта. Например, то, что поклонение ему, как богу ярости, крови и войны, сопровождалось ритуалами с жестокими человеческими жертвоприношениями. Большинство людей к его культу не приобщилось, и только полнилось отвращением. В какой-то момент ярлы запретили поклонение ему и дали приказ изловить всех жрецов. Их связали, посадили на корабль без парусов и отправили в море. Но полностью искоренить культ тогда не удалось, ведь последователи ушли в подполье. Сваль Блот является полностью выдуманным проектами персонажем, который отлично дополняет целый ворох мифических существ Неверленда, среди которых числится и Гюнтер Адим, и та, что знает. Кстати, интересная идея – рассказать про мифических существ. Эти несколько персонажей, о которых я рассказал сегодня, всего лишь пример того, насколько много интересных сущностей населяет мир Ведьмака, и насколько глубокую роль они играют в сюжетах произведений и последующих историях. И как минимум половина из них заслуживает даже целого отдельного ролика. Однако сейчас, если видео понравилось или было полезно, поставьте лайк, подпишитесь, если не хотите пропустить следующее, и напишите поддерживающий комментарий. Отдельная благодарность спонсорам за оказанное доверие и поддержку. Еще раз напоминаю про ссылочку в описании. Кликните по ней, и вы мне очень поможете. На этом все. С вами был A Voice Rebus, и увидимся в следующем видео.